Скандал вокруг будущей Олимпиады. Некоторые спортивные деятели предлагают разрешить российским спортсменам выступать на играх в Париже. Другие считают подобное преступлением против человечества. Украина надеется заручиться поддержкой десятков стран, чтобы воспрепятствовать участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Футбольный стадион в Чернигове – один из сотен спортивных объектов, которые разрушила Россия своими ракетами. На сегодняшний день мы потеряли уже 344 спортивных объекта в Украине. Они полностью или частично разрушены. Погибли 220 спортсменов, тренеров, людей, работавших в области спорта. Мы верим, что сможем объединиться и что их к участию не допустят. Если их допустят, то мы вместе со всеми нашими федерациями, Олимпийским комитетом, ведущими спортсменами, примем коллегиальное решение – ехать и бойкотировать российских и белорусских спортсменов или не бойкотировать. Это очень трудное решение для нас. Международный Олимпийский комитет заявил, что готов рассмотреть возвращение атлетов из России и Белоруссии на международные старты. Одним из главных условий является дистанцирование от войны в Украине. Белорусы и россияне должны соревноваться без флагов, гимнов и соответствующей экипировки. В Украине такое заявление считают оскорбительным. Это неприемлемо для нас, это невозможно для нас в то время, когда идет полномасштабная война. Когда наши спортсмены, наши солдаты защищают нашу родину, нашу землю, защищают свои дома, свои семьи, своих родителей в то время, как все это происходит в нашей стране. Есть желание разрешить россиянам соревноваться под нейтральным флагом? Именно поэтому мы начали консультации о недопуске России и Белоруссии к участии под нейтральным флагом в Олимпийских играх и в любых других международных турнирах, на которые они пытаются попасть в 2023 году во время квалификации на Олимпийские игры. Интервью с министром записывают в кабинете, на стенах которого портреты украинских спортсменов, погибших от рук россиян. В Киеве готовы бойкотировать соревнования, если международный комитет таки примет скандальное решение. Жизнь людей – это самое ценное, что у них есть. И когда мы теряем столько людей, столько спортсменов, в жизни украинцев для нас важнее любой медали на международных соревнованиях. Украина готовится заручиться международной поддержкой, чтобы противостоять намерению МОК. Ведь спорт давно уже не вне политики. Вот что и произошло на большом турнире, где россиянам и белорусам разрешили выступать под нейтральным флагом. Женский «Австралиан Оупен» выиграла белоруска Арина Соболенко. В Минске проводили торжества, праздновал и самопровозглашенный президент Лукашенко, который смотрел пиратскую трансляцию и пил водку за победу теннисистки. Победа жительницы штатов Соболенко даже под нейтральным флагом стала неожиданным шансом для самоутверждения диктатора, использовавшего ее в пропагандистских целях. Не удалась нейтральность организаторам «Аустралиан Оупен» и в отношении флагов на трибунах. На матч россиянки Камилы Рахимовой пришли мужчины с российским триколором и в футболках с лицом Путина. А на матче серба Новака Джоковича против россиянина Андрея Рублева присутствовала целая толпа сербских и российских болельщиков с флагами России, так называемой ДНР и в футболках с символами вторжения буквой «З». Вопрос только один. Хочет ли цивилизованный мир видеть такое и на других спортивных событиях, а тем более Олимпиаде?